МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это телеканал Тверь. Сегодня в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. Россия и Украина наконец договорились о морской границе. Правда, при этом президент Путин подчеркнул, что подписанное президентами соглашение не является договором о границе, а лишь утверждает основные принципы будущего документа, до подписания которого нужно проделать очень большую юридическую работу. О том, как именно будет поделена акватория, на данный момент официально не сообщается. Между тем, источник РИА Новости в российской делегации подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что Москва признает остров Тузло украинской территорией, но сохранит право ключа прохода судов через Керченский пролив. Переговоры по морской границе между странами продолжаются несколько лет. Украина считает, что государственная граница должна быть проведена в соответствии с административной границей между бывшими советскими республиками РСФСР и ОССР. Москва, в свою очередь, полагает, что во внутренних водах СССР административные границы между республиками не устанавливались и, соответственно, фиксировавших линию раздела официальных документов того времени не существует. Тем временем в Твери продолжается борьба с нерадимыми торговцами. Очередной рейд накануне провели городские власти и силовики, и об этом рейде сообщили наши коллеги из пресс-службы муниципалитета. Владельцы кофейни в центре Твери, по всей видимости, заботились о комфорте посетителей, обустроили летнюю веранду прямо на тротуаре. Но разрешительных документов на ее установку представителям прокуратуры и управления потребительского рынка сотрудники заведения предоставить не смогли. Между тем, земля, на которой расположена веранда, не является собственностью хозяина кофейни. Людям, чтобы двигаться по данному тротуару, необходимо либо среди стульев, можно сказать, как-то боком проходить, создавая для себя неудобства, либо вообще выходить на проезжую часть. Кроме того, как мы выяснили, работники данного заведения, которые непосредственно имеют отношение к продуктам питания, у них отсутствуют санитарные книжки. Трудовых договоров у них также не заключено. Если владельцы заведения в ближайшее время не представят документы, разрешающие установку летней веранды, она будет демонтирована. А это переулок трудолюбия. Индивидуальный предприниматель не в первый раз нарушает закон о розничной продаже алкоголя и уже привлекался к административной ответственности. Но в его ларьке по-прежнему продается пиво крепостью свыше 5%. Торговля в нестационарных торговых объектах данной продукции запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Санкция на предпринимателя будет штрафная санкция, наложен штраф и с изъятием, с конфискацией данного пива, которое свыше 5%. Пока владельцы ларьков считают, что проще и дешевле заплатить штраф, чем соблюдать закон, но совсем скоро вступит в силу постановление администрации Твери. Оно серьезно изменит отношение нерадивых предпринимателей к исполнению требований законодательства. В соответствии с этим постановлением объекта нестационарной торговли, в которых неоднократно выявлялись нарушения, можно будет демонтировать, не дожидаясь решения суда. Еще из официальной хроники. Начальник главного управления архитектуры и градостроительства области Лариса Таланова доложила главе региона Андрею Шевелеву о работе по составлению градостроительных планов городов и поселков. До конца текущего года у региона и всех муниципальных образований документы территориального планирования должны быть утверждены. До 1 января 2009 года, когда было 4 года уже действия градостроительного кодекса, наша область, к сожалению, не приступала к разработке документов территориального планирования. Мы с вами начали, когда в конце 2008 года была принята долгосрочная целевая программа территориального планирования и градостроительного соорганирования муниципальных образований. Программа предусматривает для каждого муниципалитета подготовку цифровой картографической основы, генерального плана и правил землепользования и застройки. В эту программу была включена и разработка схемы территориального планирования области. Назнача номер один. Все дело для того, чтобы у нас были достойно выглядели. По муниципалитетам документов, схемы территориального планирования. Муниципалитеты должны закончить всю работу. К событиям в мире. Как-то тихо и незаметно между Соединенными Штатами Америки и Кубой возобновилось морское сообщение. Накануне в порт Гаваны прибыло первое судно с гуманитарной помощью и почтой. Напомню, такого сообщения между этими сторонами не было целых 50 лет. Из-за эмбарго, наложенного на Кубу, это первый за полвека корабль, прибывший из американского порта. Ранее почтовая связь между Кубой и США осуществлялась через третьи страны. Ожидается, что Анна-Сисилия, это название судна, будет ходить по маршруту Гавана-Флорида каждую неделю. В 1962 году президент Джон Кеннеди ввел эмбарго. И всякая связь с Кубой прекратилась. Целью эмбарго было устранение коммунистического режима. А в самих Соединенных Штатах разгорается грандиозный скандал вокруг формы олимпийской сборной этой страны. Дотошные репортеры рассмотрели эту форму до нитки и выяснилось, что в Лондоне во время открытия Олимпийских игр американские спортсмены понесут звездно-полосатый флаг, одевшись в костюмы, которые произведены в Китае. Сейчас об этом наперебой говорят все телеканалы. Наибольшее возмущение этот факт вызвало руководство и членов Конгресса США. Национальному Олимпийскому комитету должно быть стыдно. «Думаю, они должны собрать всю эту форму, сложить ее в одну большую кучу и сжечь ее, и начать все сначала», заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Гэри Рид. Между тем, Национальный Олимпийский комитет критик в свой адрес отверг. «В отличие от большинства олимпийских команд в мире, американская финансируется в частном порядке, и мы благодарны нашим спонсорам за поддержку», заявил официальный представитель комитета. В дизайне формы явно прослеживаются мотивы французской моды. Модельер почему-то решил, что головы спортсменов будут украшать береты. Вернемся домой. Руководство Управления внутренних дел Тверской области сегодня собрало журналистов на пресс-конференцию. Тема – итоги работы ведомства за первое полугодие. Прошло не так много времени с тех пор, как милиция стала полицией. Однако первые итоги работы в новом статусе правоохранительные органы уже подвели. И если по тяжким, особо тяжким преступлениям Тверская область традиционно занимает третье место по России после Москвы и Подмосковья, то в отношении иных правонарушений не все так плохо. В первом полугодии постарались и совместно с всеми правоохранительными органами, так вот хорошо очень поработали по уличной преступности. Уличная преступность у нас наконец-то наступила динамика снижения, хотя и небольшая порядка двух процентов, но все-таки есть положительный такой вопрос. И удалось нам практически на 40 процентов снизить разбой, совершенный на улицах, и практически на 35 процентов снижение грабежей. Ну вы, наверное, заметили даже уже по городу, по-нашему, что вот сутки, какие вы получаете, то совершение грабежей, конечно, намного пошло меньше. Очень плотворно поработали по линии административных правонарушений, связанных с употреблением наркотических веществ. Наибольший резонанс в текущем году получили участившиеся случаи телефонного мошенничества и дела в отношении нечистых на руку управляющих компаний. Мы сейчас очень направили хорошее уголовное дело, которое связано с сферой ЖКХ, где один из организаторов ТСЖ, представителей казначей управления, присвоили более миллиона рублей за коммунальные услуги, которые оплатили граждане, на свой личный счет. Было возбуждено 54 уголовных дела, они под этим были объединены, и вот на сегодняшний день вы уже можете в интернете посмотреть, они получили срок условно и выплату того ущерба, который был причинен. Сотрудники правоохранительных органов отмечают общую тенденцию снижения преступности по сравнению с прошлым годом. Однако открытым остается вопрос подготовки квалифицированных кадров. Профессия полицейского теряет популярность, и возвращать былой престиж придется ударной раскрываемостью преступлений. И в продолжении темы. Наша съемочная группа таки проникла в закрытое для посторонних глаз помещение музея учебного центра управления внутренних дел. Елена Трофимова раскрывает тайны. История органов внутренних дел выходит за рамки десятков и даже сотен лет. О том, как они появлялись, развивались и назывались, нам рассказали в учебном центре УМВД России по Тверской области. С 1984 года здесь существует музейная экспозиция всего управления Министерства внутренних дел нашего региона. Опытный гид и историк Владимир Потапчик знает об этом все и даже больше. Первые предпосылки полицейских в России появились еще при Иване Грозном. Ими были стрельцы, которые охраняли судебники, тогдашние законы. Слово «полицейский», как нетрудно догадаться, появилось при самом европейском, из русских царей Петре I. Что касается названий и переименований ведомства, то тут стоит обратиться к этимологии терминов. Полиция – это представляет государство, полис, город, да? То есть это государственная защита, охрана. Милиция, в переводе с греческого, это народное войско. То есть когда пришли большевики к власти, они сказали, нам не нужно здесь полицая, нам нужны милиционеры, народное войско, которое будет само защищать достижение революции. В этих стенах хранится целый пласт истории Тверского края, выставки различных направлений деятельности органов внутренних дел. Криминалистическая полиция, милиция, уголовный розыск, непосредственно касающийся по линии экономических преступлений, ну раньше БХСС, вот там алкоголь всякий, да? Да, помимо этого, денежные купюры поддельные, помимо этого выставка особенно детей увлекает, не детей, а посетителей выставка, экспонат, где ножи, финки, различные отмычки, вскрывать замки, ну то, чем пользовались и в действительности пользовались, ну так сказать, преступники нашего мира. И с чем боролась наша милиция. Кроме того, что это безумно интересно, музей выполняет еще и очень важную функцию – патриотическое воспитание молодежи. Очень много мы работаем со школами, вот именно школы, где выпускники 9, 10, 11 класса практически вот перед 23 февралем, перед Днем Победы, День полиции на сегодняшний день, да, посещают Новый год. Вот неважно, вот такие государственные праздники, когда посещают наш музей, и вот они глазом на глаз встречаются и видят то, с чем так вот просто на улице человека не увидеть. И именно одновременно и преступный мир, какой он был, как он совершенствовался, и одновременно вот именно милиция, какая она была, как она совершенствовалась, ну и как милиция, как добро побеждает зло одним словом. По крупицам, по крохам собирали экспонаты всей областью. Прибор-вызов, который стоял на всех советских улицах. Дубинки, рации, оружие, форма. Это самая первая форма милиционера? Милиционера или полицейского? Милиционера, советского милиционера. А, советского милиционера. Это первая форма советского милиционера. Ну, конечно, сначала у него были гимнастерки, как у всевозможной буденовки и так далее. А уже в 20-х годах появляется вот эта форма. Но в 30-х годах НКВД объединяется с ОГПУ, и форма становится единой. Зеленые гимнастерки, голубые петли, сущения ромбы. Но вот эта в качестве парадной все равно остается. И она в таком виде до конца Второй мировой войны фактически остается. Это уже после Второй мировой войны появляются в 43-м году погоны. Появляются уже, форма несколько меняется, становится более такой красивой, презентабельной. Помимо раритетов, на изучение которых не хватает даже нескольких часов, здесь можно прикоснуться к самой близкой нашей истории. Здесь у нас представлен ОМОН и СОБР. Это самые молодые подразделения органов внутренних дел. Но, однако, за то недолгое время, что они существуют, они успели побывать во всех горячих точках нашей многострадальной родины. Это и Дагестан, это и Ингушетия, это и Северная Осетия, это, естественно, Чечня. Это не кто-то где-то там вот, где-то далеко, а вот мы знаем, это непосредственно родственники чьи-то. Это все жители Тверской области, Тверской губернии тогда еще. Поэтому и там реально те, которые вот были начальниками того или иного подразделения, они уже остались в истории, они остались в прошлом. Но это действительно реально то, что происходило именно в Тверской области. Поэтому молодежь, которая сюда приходит, она с удовольствием смотрит, по крайней мере, от начала до конца доходит. И вот нашего гида непосредственно, ну, заваливают вопросами. И не сразу их вытянет из музея, потому что у них еще, им хочется досмотреть, посмотреть. И сама атмосфера музея, она располагает. И еще о приятном. В полку Тверской журналистики прибыло. 18 выпускников Тверского журфака получили дипломы. Поздравляем. Приказываю, редко приказываю, выдать диплом о высшем профессиональном образовании с присуждением квалификации журналистов по специальности 030601 журналистика следующего студента. С отличием Костырева Ирины Александровны. Журналист – профессия беспринципная и морально неустойчивая. Такое мнение может возникнуть при знакомстве с бульварной прессой, создатели которой по головам готовы пройти, лишь бы пробудить интерес аудитории жареными фактами. Но далеко и не этому тоже учат на отделении журналистики. Чтобы стать истинным представителем четвертой власти, нужно научиться разбираться во всех явлениях, происходящих в нашей жизни. Благодаря Тверскому госуниверситету, таких знатоков, всюду сующих свой нос, становится больше. Этот выпуск – это была очень хорошая группа. С ними было интересно работать, потому что они все очень живые. Очень живые и очень такие, ну как бы я сказала, жаждущие вот все узнать, все попробовать. Не случайно они уже все работают. Не случайно, в общем-то, многие из них уже делают репортажи. Про кого-то говорят, что законченный ведущий. Про кого-то говорят, что хороший журналист будет. Кафедра журналистики и научной литературы – это единственное в области место, где готовят новоиспеченных, в хорошем смысле слова, акул-пера. И все, что вы знаете о жизни родного края – это их рук дело. Мы постарались все-таки перейти на более высокий уровень преподавания. Мы приглашали специалистов из ведущих вузов. Они читали у нас лекции. Мы постарались привлечь практикующих журналистов. Вот. Мы старались ужесточить требования. Потому что журналистика, ну традиционно так сложилось, что это люди вольные, легко относящиеся ко всему. И во многом мы, конечно, закрутили гайки. Но я думаю, они нам за это скажут спасибо. Журналисты, добившиеся хоть малых успехов на местных телеканалах, радиостанциях или в прессе, сразу устремляются покорять просторы столицы. Развитие региональных СМИ, безусловно, помогло бы освещать события нашей области в более независимом ракурсе. И в силах власть имущих сделать все, чтобы молодые специалисты не утратили интерес к профессии. Я очень рада, что я наконец закончила университет. Пять лет, это действительно очень долгий путь. Иногда он был тернистым, но наконец-таки я дошла до конца, получила диплом. И вдвойне приятнее, что выходить из института я буду уже с багажом знаний, который мне пригодится для моей дальнейшей профессии. Получила долгожданный диплом, очень рада, очень благодарна филологическому факультету, благодарна нашему университету, всем нашим преподавателям большое спасибо. Ну и, конечно, я думаю, буду встречать по своим одногруппникам, но в дальнейшем, думаю, будем видеться. И очень хочу работать по специальности, буду в дальнейшем в этом направлении двигаться. Я думаю, что все получится. Всем желаю удачи, всем желаю успехов. Ну и на сладкое. В Подмосковье тут собрались чудаки из почти 30 регионов страны на ежегодные соревнования самодельных смешных транспортных средств. Цель состязания и как можно дальше проехать на своем изобретении, впрочем, строгое жюри оценивало еще и костюмы участников. Модельеры отпустили фантазию, и главным принципом стал кто во что гораст. Среди участников были замечены люди, созревшие подсолнухи, бородатые то ли гномы, то ли тролли, то ли еще кто-то, присутствовали в рядах спортсменов, изрядно похудевший Элвис и человек-ухо, как признался сам герой, то самое, которого не хватает у Гогена. Не обошлось, естественно, и без русских традиций. Иванушки с волшебными рыбами, стоящие у автопечки, само собой претендовали только на золото. Катались тоже кто, на чем придется. Дальше всех уехала машина-стрела, хотя не отстали и более привычные автоформы. И в завершении программы скажу о том, что грядут выходные. Возможно, будет сухо и солнечно. Очень хочется на это надеяться. А Елена Глушкова уже готова представить вам свою афишу этого выходного дня. Смотрите. Сегодня любители замечательной породы собак шелти соберутся в эту субботу на стадионе ПВО на улице Веселова, где пройдут сразу две монопородные выставки, парад бабочек и песни «Лето». Регистрация домашних любимцев в 9.00, начало в 11 утра. Другожданный фильм ужасов от создателей трилогии «Волстылин колец» режиссера «Ведьмы» из Блэрт. Получите свою порцию адреналина с крошкой Молли уже в кинотеатрах города. Не верится, что ты вернулась в этот дом, милая. Надо было продать его, когда умер папа. Молли Видимо, хулиганят соседские дети. Не волнуйтесь, миссис Рейнольдс. Молли Кто здесь? Ну как ты? Не надо было нам сюда переезжать. Он здесь! Он здесь! Здесь никого нет! Он прям за тенью! Никого нет! Я не знаю, что мне делать. Он преследует меня везде. Кто? Молли? Ты знаешь, кто! Я бы посоветовал обратиться к психиатру. Что, если она станет опасной? Он живой. Нужно вытащить тебя из этого дома. Нет, нет! Покажись, ты трус! Успокойся! Он рассказал мне, что ты натворила! Что бы ни случилось, это не я. Я больше не контролирую себя. Крошка Молли Скоро на экранах Такой вид искусства, как религиозная живопись, по праву считается одним из самых сложных. В воскресенье в 16.00 в городском музейно-выставочном центре открывается выставка известного тверского художника Владимира Ростова под названием «Свет православия». А тем, кому не страшны расстояния, прямая дорога на чемпионат по парусному спорту, который пройдет с 13 по 15 июля на реке Шоша в деревне Вараксина Конаковского района. Если поторопитесь, сможете не только посмотреть, но и принять участие. В пятницу 13-й это уже хороший повод для праздника. Первый костюмированный лаки Open Air. Это лазерное шоу, мощный звук и лучший диджей Твери и Москвы. Всего в двух километрах от города 162-й километр автотрассы Москва-Санкт-Петербург в ночь с пятницы на субботу. Удачных вам выходных, хорошей погоды и никаких суеверий. На этом все. Не переусердствуйте и удачи.